День с толком 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 день с толком. Алтайские работодатели могут получить финансовую помощь при найме новых сотрудников. О программе субсидирования найма напомнили в региональном управлении социального фонда России. Данная мера поддержки действует с 2021 года. За это время социальный фонд выплатил работодателям более 150 миллионов рублей за трудоустройство новых сотрудников. Сумма субсидий, которая выплачивается работодателям, составляет минимальный размер оплаты труда с учетом районного коэффициента и обязательных платежей. Эта сумма выплачивается по общему правилу по истечению первого года, по истечению первого месяца, третьего и шестого месяца трудоустройства граждан. То есть три минимальных размера оплаты труда с учетом обязательных платежей. Но по некоторым категориям, в частности, в случае трудоустройства инвалида, размер такой субсидии увеличен и составляет уже шесть минимальных размеров оплаты труда. Чтобы получить государственную субсидию, работодатель должен иметь госрегистрацию до 2024 года, не иметь задолженности по заработной плате, а также по уплате налогов, сборов, страховых взносов и штрафов. Всего за три года в программе субсидирования приняли участие 844 работодателя края, которые трудоустроили почти 3000 новых работников. В Алтайском крае выбрали лучшего учителя. Им стала Грануш Степанян, преподаватель английского языка школы в Смоленском районе. Конкурс Учитель года Алтая проводят уже в 34-й раз. Большое внимание уделяют номинации «Педагогический дебют». Так, в этом году за первое место боролись 10 молодых преподавателей. Как прошло торжественное награждение и какие эмоции испытали конкурсанты, смотрите в нашем сюжете. Позади видеовизитки, уроки перед незнакомыми школьниками и мастер-классы перед коллегами. 34 учителя несколько дней боролись за звание лучшего. Критериев отбора много, но хороших учителей видно сразу, считает экс-член жюри конкурса Юрий Абдулаев. Хороший учитель виден сразу, начиная от того, как он зашел в класс, как поздоровался с детьми, как организовал учебный процесс. И вот этот оргмомент, эти первые три минутки, они во многом и задают тон урок. В этом году отличились молодые педагоги. Победителем в номинации «Педагогический дебют» стала потомственная учитель Алена Воробьева. Мои бабушка и дедушка отдали профессию учитель всю свою жизнь. Я с гордостью смотрела на них и знала, что мое предназначение уже определено. И вот я здесь. Награждал и поздравлял конкурсантов губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Я хотел бы вам выразить слова самой искренней признательности, глубокой благодарности за ваш труд, за вашу верность, вашему призванию, вашему делу, которому многие посвятили всю свою жизнь. Именно такой педагог и стало лучшим. Звание учитель года Алтая, как и мечтала, получила учитель английского языка из Смоленского района Грануш Степанян. Нужно просто любить то, что делаешь, конечно. И эта подготовка, она складывается из многих этапов, которые мы проходим каждый день. Каждый день мы складываем вот эту любовь, к своему делу, кирпичик за кирпичиком. Благодаря детям, благодаря коллегам мы становимся лучше и лучше. Учитель года Алтая 2024 получила денежную премию в размере 400 тысяч рублей. Она представит край на всероссийском уровне. Юлия Щепина, Владислав Ковалев, День с толком. Асибирская медиагруппа наградила победителей конкурса «Краса и богатырь» педагогического университета Валерию Шмакову и Данила Титаренко. Они победили в номинации «Приз зрительских симпатий». Напомним, голосование за лучшую пару проходило в течение четырех дней на площадке «Комсомольской правды Барнаул». Валерия и Данила вырвались вперед существенным отрывом и уже стали настоящими звездами. Дают интервью краевым телеканалам. Подробнее о самой красивой и талантливой паре, по мнению зрителей, в репортаже Валентина Аскеровой. В номинации «Приз зрительских симпатий» конкурса «Краса и богатырь АлтГПУ-2024» награждаются Шмакова Валерия и Титаренко Данила. Улыбчивые и счастливые Валерия и Данила получают награду от Сибирской медиагруппы. Ребята победили в номинации «Приз зрительских симпатий» конкурса «Краса и богатырь» Алтайского педагогического университета и делятся своими впечатлениями от конкурса «Красоты». Чем вы зацепили зрителей? «Мы яркие, творческие ребята. И, ну, я думаю, у нас просто очень много друзей, которые нам помогли». «Что самое сложное было на выступлениях? Не знаю, как готовились?» «Самое сложное, наверное, были репетиции. Мы делали поддержки». «Разные трюки были акробатические. Ну, плечо до сих пор болит, если честно». Голосование проходило с 12 по 15 марта на площадке «Комсомольской правды» Барнаул. Зрители выбирали из четырех пар. «Для бренда вуза и для наших будущих студентов, абитуриентов, безусловно, важно подключение к подобным мероприятиям информационных партнеров, в том числе и «Комсомольская правда» Барнаул, которые предоставили нам свою информационную площадку в сети интернет, где ребята представляли себя и где, собственно, проходило зрительское голосование. В этом году конкурс «Красоты и таланта» пережил ребрендинг. С «Мистера и Месяц» его переименовали на более патриотичное название «Краса и богатырь» педагогического университета. Но это далеко не все новинки. Впервые за все время существования конкурса пары не только дефилировали и танцевали, но и участвовали в благотворительных акциях. Помогали участникам СВО, детским домам, приютам для животных. Организаторы отмечают, что конкурс «Красоты и талантов» давно стал доброй традицией и уже много лет способствует духовно-нравственному воспитанию будущих педагогов. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Сегодня миллионы таксистов отмечают свой профессиональный праздник. Точка отчета этой службы в мире считается 22 марта 1907 года. Именно в этот день в Великобритании на дорогах впервые появились машины, оборудованные таксометрами. В России первые такси появились в этом же году. Как барнаульцы относятся к людям, работающим в такси, часто ли пользуются их услугами и что хотят пожелать таксистам, выясняла наша съемочная группа. Часто ездить на такси? Да, очень часто. Все деньги на него уходят. Комфортно. Намного комфортнее, чем на автобусе. А были какие-нибудь казусы с таксистами? Ну да, было такое, что таксист повез нас по встречной полосе, то есть там одностороннее движение и нам на встречу едет скорая. Ну, было страшно немножко и боялись оказаться в этой скорой обор. Разговорчивые, неразговорчивые таксисты попадаются и каких предпочитаете? Предпочитаю молчаливых. Как можно больше. Либо забавных дедов. Деды классные. Люди бывают разные, какие-то разговорчивые, кто-то молчаливый, но мне кажется, когда человек спокоен, особо неразговорчив, больше как-то комфортнее себя чувствуешь в такси, нежели когда чрезмерно очень активный. Мутюки, мутюки по телефону о том, как он там ругается со своей женой, но это, наверное, последнее, что я бы хотела слышать и в поездке на комфорте. Вот так в целом нормально. Как вам их музыкальный вкус? Четко. Давайте поподробнее. Ну, мне нравится вообще абсолютно любая музыка у таксистов. Вплоть до шансона. То есть вы с таксистами на одной волне? Да. Четкие мужики и пацаны. Что бы вы пожелали таксистам? Терпения, спокойствия и какого-то внутреннего умиротворения. Больше терпения, крепких нервов и чтобы меньше уставали, чтобы клиенты попадались хорошие. И не злились на клиентов, которые в каком-нибудь алкогольном состоянии к ним садятся, если не буйные. Саша, привет. Новый спектакль театра драмы, премьера уже сегодня. История о недалеком будущем. Гуманные законы предполагают смертную казнь от руки робота за преступление, которое общество таковыми не считает. На премьерном показе побывала Дарья Ерошина. Генеральная репетиция за день до премьеры. Режиссер Артем Терехин дошлифовывает детали. Спектакль постмодернистский и по большей части авторский. Книжную версию значительно изменили. Меня интересует, на самом деле здесь одна тема. Это кризис среднего возраста. Это когда человек оказывается, ну тут проземную жизнь дойдя до середины и оказался в сумрачном лесу. Это когда ты доживаешь до определенного возраста и вдруг понимаешь, более очевидно, что ты смертен. Когда грянет выстрел, неизвестно. Но главному герою это не облегчает наказание. Сразу вам скажу, ничего у нас тут страшного нет, не бойтесь. Вот прямо первая для вас информация. Все хорошо, расслабьтесь, настройтесь на лучшее. Я уже постарался, я не особо как-то получаю, вижу. Сергей Фролов – филолог и по натуре лирик, человек с душой. Ему сложнее смириться с данностью. Знаешь, когда тебе должны расстрелять, все в жизни как-то меняются взгляды, приоритеты характера в конце концов. Для того, чтобы характер поменялся, Сережа, он должен быть. Не по своей воле Сергей – жертва эксперимента бездушного робота. Интеллект, он пытается понять это чувство. У него все есть, кроме понимания вот этого иррационального… Жена героя – дважды брошенная женщина. Сначала измена мужа, потом его казнь. Одно дело – расстаться с человеком, а другое дело – знать, что человека скоро не станет. Некая модель такого забудшего человека – это прокризис среднего возраста, который запутался и пытается найти самого себя в этой жизни. Никто из людей не знает, как жить правильно. Может ли это определять искусственный интеллект? Ответ найдут зрители. Спектакль на сцене театра драмы уже с сегодняшнего дня. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. И к новостям спорта. Футболисты «Динамо» завершают сборы в Новороссийске. Хоккеисты начали готовиться к новому сезону. И как наши воздухоплаватели пролетели над Алтайским краем на воздушном шаре почти 100 километров. Об этом расскажет Дмитрий Дроздов. Футболисты «Динамо» завершают 10-дневные сборы в Новороссийске. В подготовительный процесс к сезону во второй лиге были включены плотные тренировки и контрольные игры. В первом матче барнаульцы уступили казанскому «Соколу» 0-1. После переграли минимально с одним забитым мячом клуб «Орел». А в третьем поединке скатали нули с новороссийским черноморцем. Сегодня «Динамо» сыграет заключительный матч против парней из Анапы. И после наши вернутся домой. Первая игра с казанским «Соколом». Практически мы только приехали. Команда «Сокол» завершала сборы. Поэтому решили отдать им инициативу сыграть от обороны. Во втором же матче наоборот против «ФК «Орел»» сыграли первым номером в активный прессинг. Сразу забили гол на первой минуте. Замечательный спарринг с командой первой лиги. Да, понятно, что там резервисты играли. Но все равно они тренируются с опытными футболистами, которые играют уровнем выше. Я, если честно, ожидал от команды соперника более сбалансированные игры. Ощущения такие, что мы играли с преимуществом. Сезон у хоккейного клуба «Динамо Алтай» завершился почти месяц назад. Но подготовка к новому уже началась. На данный момент активную работу ведут скауты и администрация команды. Подписание контрактов с игроками. На сегодняшний день контракт продлили Иван Супунов, Вячеслав Чегушев, Артем Кокшаров и вратарь Никита Дианов. Специально для телеканала «Толк» мы летим на воздушном шаре. 1600 метров нам нужно преодолеть этот лес. Направление у нас четко 100 градусов, 35 километров скорость. Впереди примерно 4 часа полета, и мы будем на месте. Это примерно между Троицком и Зональным. Планируем туда. Воздухоплаватели Иван и Наталья перелетели в лес, который расположен между Бийском и Барнаулом. В воздухе они провели 4 часа 34 минуты. Сложность полета заключалась в невозможности совершить посадку в любой момент, так как лесная местность этого не позволит, и машина, которая заберет ребят, туда не доедет. Поэтому воздухоплаватели коснулись земли вблизи Бийской трассы. Стоит отметить, что такой полет состоялся впервые за всю историю нашего региона. Дмитрий Дроздов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...